Почти полгода прошло после поджога редакции подробностей, но до сих пор никто не наказан. Более того, правоохранители не установили ни заказчиков, ни исполнителей этого нападения. Напомню, 4 сентября минувшего года неизвестные в масках ворвались в наше здание. Сначала они нейтрализовали охрану, затем подожгли офис изнутри, при этом заблокировав выход. Сотрудникам, которых на тот момент на канале было около 50 человек, пришлось выйти на крышу, откуда людей снимали пожарные. Журналист подробностей Елена Зорина в результате этих действий получила серьезную травму позвоночника и была госпитализирована. Полицейские задержали на месте преступления нескольких нападавших, однако вскоре их отпустили. Подробностям удалось самостоятельно, по записям с видеокамер, идентифицировать нескольких нападавших, а также их руководителей. Эти данные и видео мы передали в МВД, но никакой реакции. Напомню, что поджог осудили и в ОБСЕ. И в ЕС, назвав атаки на журналистов неприемлемыми. А в СБУ нападение квалифицировали как теракт. И вот сегодня в Совете Европы заявили о том, что поджог студии подробностей – это серьезная угроза для СМИ и свободы слова в Украине. Об этом говорится в заявлении платформы по защите и содействию безопасности журналистов при Совете Европы, где открыли дело в связи с нападением на нашу редакцию. Атаки на подробности там присвоили наивысший, первый уровень угрозы. Тем не менее, до сих пор украинские власти лишь заявляют о том, что расследование продолжается, говорится в заявлении Совета Европы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова